Прогнозы чиновников Минтрансы не оправдались. Заваленный участок дороги на Каракичи не восстановить. Новый построить не скоро. Ждать ли роста цен на уголь? Республика ведет переговоры об открытии все больших авианаправлений. Граждане ходят за границу. Не спровоцирует ли это новую вспышку COVID-19? Далее об этих и других новостях более подробно в студии новостей. Джолдош Исаков. Здравствуйте. Допросы завершились арестом. Бывший министр здравоохранения Космосвек Чулпунбаев находится в ВВС. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями направила в суд ходатайство о заключении его под стражу на время следствия. Чулпунбаев обвиняет в злопотреблении должностным положением и халатности при осуществлении своих обязанностей в качестве министра в период пандемии коронавирусной инфекции. Следствие настаивает, что с его ведома был заключен нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг. Сумма ущерба 9 миллионов сомов. По некоторым данным, пока это лишь один эпизод. О задержании бывшего министра здравоохранения Космосвека Чулпунбаева ГСБ сообщили накануне вечером. Экс-чиновнику инкриминируется халатность и злоупотребление должностным положением. По мнению следствия, в период, когда он был ответственен за работу системы здравоохранения, его действия нанесли государству ущерб почти на 9 миллионов сомов. Установлено, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету значительный ущерб. 15 сентября текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 «Злоупотребление должностным положением Уголовного кодекса Кыргызской Республики», задержан экс-министр здравоохранения гражданин Кетчо. Когда страна столкнулась с серьезной угрозой, стремительно распространяющейся по миру коронавирусной инфекции, именно космосбек Челпомбаев стоял у руля отечественного здравоохранения. Тогда он стал едва ли не ключевым человеком, на которого уповали в Кабмине и население. Главный врач, который по факту и по своему медицинскому профессиональному направлению фармацевт, тогда обещал всех спасти. В конце февраля он громко заявил, что отвечает головой за недопущение коронавируса в страну. Во время, когда стали регистрироваться первые случаи летальных исходов от COVID-19 за пределами материкового Китая. Раз у нас едут, значит на это радоваться, значит меду занимаются. Спустя месяц после этой пресс-конференции, когда в нескольких областях страны было объявлено чрезвычайное положение, 31 марта на заседании Совбеза Сорумбай Джеймбеков обрушился на республиканский штаб, и в частности на Минздрав, который под руководством Челпомбаева допустил критические ошибки, которые привели к проникновению и массовому распространению COVID-19 по республике. И как подчеркнул президент, вопреки уверениями министра о готовности лаборатории больниц к оказанию помощи заболевшим, как выяснилось, система была полностью не готова к эпидемии. Тогда глава государства резюмировал, что министерство должно было в свое время принять оперативные меры, чего сделано не было. 1 апреля он был уволен с должности главы Минздрава. Спустя еще три месяца, 6 июля, Челпомбаев был вызван на допрос в Финпол по фактам коррупции и лоббирования интересов некоторых фарм-компаний. После второго допроса, через три дня с сердечным приступом, его пришлось госпитализировать в реанимацию. Тогда у чиновника обнаружили и двустороннюю пневмонию. К обязанностям главы Министерства здравоохранения в составе нового правительства Абулгазиева, Челпомбаев приступил в конце апреля 2018 года. В обществе это назначение было воспринято неоднозначно. Чиновника, возглавлявшего до этого департамент лекарственного обеспечения, а позже Фармацевтический союз Кыргызстана, с давних пор подозревали в лоббе интересов фарм-компаний. Но, несмотря на плохую репутацию, он занял министерское кресло. В конце того же года он оказался в центре скандала. Депутаты Джугур-Кукинеша заявили о приобретении Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования двух внедорожников общей стоимостью 101 тысячу долларов или более 5,5 миллионов сомов за счет донорских средств. На фоне хронического недофинансирования больниц такое приобретение было встречено общественностью с возмущением. Челпомбаева обвиняли в личном пользовании одним из джипов и требовали отставки. В ответ на это в ведомстве сообщили, что машины были приобретены еще при прежнем министре Батыралиеве. И купить их решили сами доноры, чьи были эти деньги. К тому же, добавил Челпомбаев, машины служат для поездок в регионы экспертов ведомства. Сам он якобы ими не пользуется. После с именем Челпомбаева будет связано и несколько других скандалов. С началом эпидемии COVID-19 министр публично выступил несколько раз. В дальнейшем, когда ситуация стала выходить из-под контроля, на растерзание общественности отправляли заместители и других работников ведомства. После нескольких часов допросов ГСБ, повзятых анализов на коронавирус, показавших отрицательный результат, Космодек Челпомбаев был выдворен в ВВС столичного ГОВД. В течение 48 часов с момента задержания меру пресечения пришему чиновнику теперь должен определить суд. Был тысай Владимир Кобалдеев, НТС. А вот ГКНБ выявил наркоторговцев, у которых изъяли в общей сложности 30 килограммов гашиша. Служба накрыла также лабораторию по производству синтетических наркотиков. Задержаны несколько человек, среди которых один милиционер. Сообщается, что сверток с гашишем обнаружили у сотрудника ОВД Лилекского района. Там же, в Баткенской области, был задержан еще один мужчина, в машине которого обнаружили более килограмма гашиша. И в этой же области, в доме, в котором проживал иностранный гражданин, было найдено более 6 килограммов гашиша. Сообщается, что в тот же день в Бишкеке сотрудники спецслужб выявили людей, которые организовали изготовление синтетических наркотиков класса PVP. А в Аше, в доме еще одного наркотраговца, нашли мешки, в которых, в общем, было 14 килограммов наркотического вещества афганского происхождения. Ситуация с завалом на угольном разрезе Каракичи гораздо сложнее, чем оценивали в правительстве. Если вчера МЧС, Минтранс и Крыгыз-Кумур уверяли, что расчистят заваленную дорогу максимум за неделю и восстановят поставку угля на объекты и рядовым домохозяйством, то сегодня, после изучения ситуации с оползнем на месте, чиновники перестали быть столь оптимистичными. Оказалось, что ни техника, ни специалисты не в силах возобновить проезд по этому пути. Поэтому на заваленном участке будут строить объездную дорогу. На прокладывание только одной полосы уйдет 10-12 дней. Как это отразится на рынке твердого топлива? И особенно для простых кыргызстанцев. На складе Аската Айдбаева имеется более 100 тонн угля. Это запас на 1-2 месяца. Торговлей углем он занимается в течение 10 лет. По его словам, твердого топлива на рынке сейчас пока достаточно. Выбор хороший. В Кыргызстане покупают уголь из Каракиче, Минкуша, Турука, Ташкумура. Или же казахстанский, Караджира или Шабыркуль. Все они различаются между собой по качеству и цене. Но самый приемлемый по этим двум критериям именно Каракичинский считает торговец. Уголь из Каракиче самый лучший уголь. Он горит долго, экономичный. Его много берут тандырщики. Слава богу, вот так работаем, несмотря на постоянную пыль вокруг. Я могу зарабатывать на жизнь. По словам продавцов, сейчас цена на уголь такая же, как и в прошлом году. Но с приближением зимы стоимость будет расти. К примеру, если этот вид 15 дней назад стоил 3200 сомов, сейчас уже 3,5. Водитель погрузчика Эрнис Абдрахматов работает на нем уже 7 лет. По его словам, в этом году сезон начался раньше. В прошлом году в это время клиентов было намного меньше. Хоть еще и тепло, но люди как и положено. Заранее запасаются топливом. Работы достаточно. На отдых времени нет, говорит Абдрахматов. Эрнис Абдрахматов. Прихожу на работу в 7. Работаем до 8-9 вечера. Машины один за другим заезжают и выезжают. Кормлю семью именно этой работы. Дети всегда сыты. Это главное. Торговля идет как обычно. Единственное, в последние пару дней нет машин с Каракиче. У тех, кто приводит уголь с этого карьера, сейчас достаточно проблем. 14 сентября оползень перекрыл около 600 метров дороги. Сотни грузовиков, простоявших в очереди несколько недель на погрузку, были вынуждены снова выгрузить уголь и возвращаться в пустую уже другой дорогой. Баястан Ибраимов вернулся из рейса еще перед обрушением горы. Говорит, товарищи сообщают, что уже начинается доставка угля другой дорогой. Но она более длинная, поэтому цена на уголь поднимется. Сомов на 200-300. Обвалилась целая гора, которая еще вчера стояла. Бывало, до этого падали камни. И тоже из-за этого бывали пробки машин, но не настолько. Ребята, которые остались за мной, два дня ждали там. Выбора не было, и им пришлось возвращаться через Ахталу. После обрушения около 2 миллионов кубометров земляной массы, госпредприятие Кыргызском Ур накануне заявило, что на расчистку дороги потребуется неделя. По республике потребляется 2,5 миллиона тонн угля. До обвала и перекрытия дороги по республике были запасы в 25-30 тысяч тонн на складах. Решать вопрос перекрытой дороги на место выехали сотрудники соответствующих ведомств. Они пришли к выводу, что в течение недели дорогу расчистят. Однако уже сегодня Минтранс признал, что расчистить автодорогу Дейкан-Каракича невозможно. Теперь придется построить объездной путь. На каждую полосу понадобится 10-12 дней. Если маршрут не откроется в ближайшее время, уголь придется покупать по более дорогой цене, утверждают угольщики. Но топливо ждут не только частные домохозяйства. Ежегодная потребность Бишкекского ТЭЦ составляет 1 миллион 100 тысяч тонн черного золота. Четыре из 21 компаний, поставляющих уголь на теплоэлектроцентраль, возили его из Каракича. На этот момент ни одна из них не нарушила график поставок. Запланированные объемы угля доставляются в срок, сообщили в ТЭЦ. Ежегодно для ТЭЦ города Бишкек, согласно постановлению правительства, мы заготавливаем свыше миллиона тонн угля. В этом году эта цифра составляет 1 миллион 100 тысяч тонн. Из этого объем 800 тысяч местной марки угля, а остальной объем у нас привозной марки угля. Отечественный уголь на объект, конечно, доставят. Однако задержек, сбои в графиках этих перевозок, скорее всего, не избежать. Времени ехать в окружную уходит больше, говорят водители. Но на ТЭЦ достаточно запасов. В данное время на складах имеется 218 тысяч тонн угля. А там и дорога будет восстановлена. Республика готовится к прохождению очередного осенне-зимнего периода. Граждане опасаются, что их снова могут ждать веерные отключения. Уже сегодня то одному, то другому району периодически отключают свет. Такие тревоги еще возникли в том числе из-за того, что в крупнейшем водохранилище Кыргызстана к этому моменту накопилось только 15,1 миллиарда кубометров воды, что на 2 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Однако в компании электрические станции заверяют, что это не критичный объем, и электроэнергии хватит, несмотря на некоторые маловодие и немалые энергопотери. А на сегодня, по данным энергетиков, они составляют порядка 1,5 миллиарда киловатт-часов. Перебой электричества, который происходит в последние дни, связан с техработами и авариями на линиях. А тем временем, больше полумиллиарда сомов должны абоненты Чуйской и Таласской областей, а также города Бишкек за свет. Отключать злостных неплательщиков начали еще 14 сентября. Среди них как бытовые абоненты, так и крупные компании и муниципальные предприятия. Например, Бишкек свет, как бы это ни было парадоксом, останется без света. Должны 22 миллиона сомов. Больницы отключать от электричества не будут, только то здание, где расположен сам офис. Завтра «Северэлектро» прекратит подачу электричества еще 6300 абонентам. Во избежание неудобств в Бишкекском энергосбыте призывают абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно. Процедура подключения абонентов следующая. После полного погашения задолженности через терминалы, через банки, через ГПКРС, почта СЭН, о которых мы информируем, возобновление подачи электричества происходит автоматически. Абоненту остается только после погашения задолженности. Через энное время нажать на кнопку и электроснабжение восстановится. 73 гражданина с коронавирусом выявили медики за последние сутки в республике. При этом более сотни выписаны. Об этом сегодня сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. В числе 73, как отметила Акматова, и подтвержденные лабораторные случаи, и пациенты с симптомами ковидной пневмонии. Стационарное лечение, как сообщается, на сегодня проходит 509 человек, 1849 – амбулаторно. Общее количество заражений с начала эпид-процесса составило чуть более 45 тысяч. Количество летальных случаев, к счастью, не увеличилось. Вот уже несколько дней смертей от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших, напомним, 1063 человека. Кыргызстан все активнее возобновляет авиасообщения с другими странами. Уже в это воскресенье самолеты прилетят из Алматы в Бишкек и обратно. Почти одновременно рейсы будут и в Ташкент. Уже несколько недель действуют регулярные перелеты из Стамбула, Дубая и Шарджи. Аэропорты, как известно, расположены в этих городах – крупнейшие транзитные центры, куда стекаются люди со всего мира 24 часа в сутки. Массовое скопление людей там – естественная картина. Не повторится ли история, только теперь уже с завозом значительно мутировавшего COVID-19. Во многих странах мира на этой неделе медики регистрируют резкий скачок числа больных пневмонии. У ближайших соседей ситуация накаляется. В Казахстане за прошедшие сутки выявили 408 случаев. Однако вторую волну официальные власти этой страны ждут в начале зимы. В Избакистане ежедневно выявляют еще больше вновь заболевших – 570, в разы меньше в Таджикистане – 41. Антирекорд до заболевания бьет по Европе. Во Франции 13 сентября зарегистрировали чуть более 10 тысяч. Накануне свыше 7 тысяч человек с диагнозом коронавирус. В Великобритании с начала этой недели заметили большой скачок – более 3 тысяч случаев каждый день. Ухудшение эпидемиологической ситуации наблюдается в Чехии, Австрии, Турции. В Израиле уже в эту пятницу объявят вновь режим карантина. На три недели закроются все школы, рестораны и развлекательные центры. Армения вводит такие же меры до 11 января следующего года. А между тем, множество кыргызстанцев после полугода закрытых границ с нетерпением ждут разрешения их пересекать. О чем свидетельствуют опросы в социальных сетях. Одни хотят навестить родственников, другие вернутся на заработки. Третий – улететь учиться в университеты Китая и Запада. Кыргызстан, в свою очередь, уже открыл двери для иностранцев из порядка трех десятков стран. Сейчас в Кыргызстан могут въехать граждане 31 государства. Это страны Европы и Азии. Пропускают в Кыргызстан тех, кто едет сюда лечиться, либо учиться, либо на похороны близких родственников. А также тех, кто имеет постоянный вид на жительство в Кыргызстане. Список стран правительство обновило в середине августа. С тех пор никаких изменений внесено не было. Как рассказали нам в Министерстве транспорта, прямиком в Бишкек сейчас можно прилететь из Турецкого Стамбула, а также еще из нескольких городов Объединенных Арабских Эмиратов. Из России только чартерные рейсы. Возобновляются полеты также из других государств соседей по региону. Граждане других стран прилетают к нам транзитом через Стамбул. С 10 августа возобновлены регулярные рейсы между Турецкой Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. С 10 августа это по маршрутам Бишкек-Стамбул, Бишкек это с Турцией. А с Арабскими Эмиратами это Бишкек-Дубай и Шарджа-Бишкек. 15 августа возобновлен рейс по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент. По понедельникам будут выполняться рейсы. 17 сентября будет возобновлен рейс Алматы-Бишкек два раза в неделю. Грядут ли вновь какие-то запреты пока неизвестно. За ситуацией следят эпидемиологи. В отношении приезжающих сегодня каких-либо ограничительных мер или проверки путем тестирования не проводится. Еще летом ответственные чиновники из штаба и Минздрава утвердили по ним новый алгоритм. Согласно которому прилетающие из-за рубежа должны соблюдать дистанцию и носить маски. В обсервацию с тех пор никого насильно на две недели не закрывают. Как это было весной этого года на старте эпидемии. У нас проводится термометрия, авария в вокзалах и транспунктах пересечения границ. При выявлении с клиническими признаками эти люди, пассажиры, они обязательно госпитализируются. Клинический признак это кашель, разно-температура свыше 38 градусов. Мы их отправляем на или инфекционную больницу, или стационар, где определены Министерства здравоохранения. А без клинических проявлений они отпускаются домой. Заметят, у кого инфекцию, добавила главный врач центра Госанепетнадзора. Тогда запросят список пассажиров у авиакомпании. Алгоритм в этом случае предписывает изолировать тех, кто сидел рядом с человеком, подхватившим коронавирус. Иностранцам, приезжающим в Кыргызстан по службе, проводят ПЦР-тест. Только если результат отрицательный, они могут выйти на работу. Одним словом, гражданам надо понимать, что мы уже не изолированы от внешнего мира. Перемещение людей, которые могут привести вирус с собой из-за границы, уже происходит активно. Поэтому общественности следует не забывать главные правила, которые помогут не подхватить коронавирус от окружающих. Действенные меры – дистанцирование, масочный режим и мытье рук, говорит эксперт по доказательной медицине Бермет Барактабасова. А еще, добавляют медики, было бы не лишним сделать прививку от гриппа и ОРВИ. Вакцинация началась уже сегодня. А вот на карантин страну закрывать не стоит. К ожидаемым результатам, как показала практика, этот способ не привел, считает Барактабасова. Коронавирус в нашу республику проник в марте, пока чиновники республиканского штаба ждали инфекцию с востока, закрывая КПП с Китаем и блокируя границу с Казахстаном. Паломники малого хаджа, подхватившие вирус, привезли к ее самолетам из Саудовской Аравии. Все места скопления людей нужно нейтрализовывать, так скажем, не создавать искусственно очереди. То есть у нас во многих местах, например, в налоговую, в банке, там за справками, в больнице, создавались искусственные очереди. То есть это просто дело плохой организации. Эпидемия все еще до конца не стихла, а наши граждане бесстрашно собираются толпами в цонах или коридорах судов на митинги. Маска лишь на каждом пятом. А это толпа у энергосбыта столицы. Мы проводили там съемку накануне. Вот таким было утро 12 сентября в аэропорту Манас. Массовое скопление там образовалось из прибывших пассажиров. Почему-то рейсы были поставлены так, что почти одновременно приземлились сразу четыре самолета из Стамбула, Москвы, Дубая и Екатеринбурга. Анастасия Соболева, Диаса Кимбаев, НТС. В ближайшее время в стране снова начнут работать детские садики. Речь идет о государственных дошкольных учреждениях, которые несколько месяцев не действовали из-за эпидемии коронавируса. В данное время здания детских садов дезинфицируют и готовят к приему детей. Конкретно с какого числа малыши вернутся в группы пока неизвестно. Однако, как вчера отметил премьер-министр Кубатбек Буронов, решение будет принято в ближайшие дни. Отмечается, что в каждом районе по республике для проверки и возобновления работ детских садов созданы специальные комиссии, задача которых – запустить прием детей на основании специальных приложений и алгоритмов. А вот вопрос возвращения школьников к оффлайн-обучению будет решен ближе к концу сентября. Предварительно ребята могут вернуться за парты уже в октябре. Очередное повышение пенсии в этом году будет на 400 сомов. Об этом сообщили в соцфонде республики. Добавку пенсионерам стоит ждать, как обычно, в октябре. Несмотря на кризисную ситуацию с экономикой и, как следствие, недопоступление крупной части бюджета, правительство приняло постановление об индексации базовой и страховой частей пенсии. Так, базовая ее часть увеличится на 100 сомов, только если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума, то есть 4286 сомов. Страховую увеличат на 200 сомов для тех, кто получает ниже прожиточного минимума и на 360, если выше. После переначисления средний размер пенсии по республике будет составлять 6061 сом. По данным того же соцфонда, всего в стране проживают 689 тысяч пенсионеров. 38% из них получают пенсию ниже прожиточного минимума. Еще три дня есть у избирателей, чтобы проверить себя в списках. И на сегодня это сделали лишь 3847 из 3,5 миллионов граждан, обладающих правом голоса. Избирателям во избежание недоразумений следует проверить написание личных данных, а также закрепили ли их для голосования именно к этому участку, который относится к вам по прописке. Уточнить эти данные можно в самом УИК на портале tizme.gov.kg, позвонив по номеру 119, а еще через приложение «Услуги ГРС» в разделе «Проверка адреса УИК». Тем временем изготовление бюллетеней для голосования на выборах депутатов Джигурку Кенеша начнется в ближайшие дни. Этим займется открытое акционерное общество «Учкун». Количество партий, которые на сегодня допущены и продолжают предвыборную гонку – 16. Это была вся наиболее заметная информация уходящего дня. Мы по-прежнему продолжаем следить за развитием событий. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...